Девчонки, привет всем огромный! Ну что, вчера вечером появилась трансляция у Самвела. Вышел в эфир и объяснил, почему целый день не было его, не слышно, не видно, где-то пропал. Ребят, все у него хорошо, замечательно, никто там не плакал, не горевал, никаких происшествий не произошло, все наши опасения были напрасны, говорит, развлекался, отдыхал, почему не выходил в эфир, произошло душевное выгорание. А что это значит? Все надоело человеку, я его где-то понимаю, надоедает, неприятно читать плохие комментарии, критику, и ладно бы критика, я сейчас даже о себе хочу сказать пару слов, ладно бы критика, и вы пишете тоже. Почему Анжелика тебя так бесит, когда мы выражаем мнение противоположное от тебя? Нет, ребят, если бы вы выражали мнение противоположное от моего, нет никаких проблем, абсолютно никого ничего не бесит. Но то, каким тоном вы это пишете, то, как вы обращаетесь к блогеру, то, как вы высказываете то или иное мнение, как вы хотите уколоть, задеть, сделать человеку больно, просто так. Потому что, может быть, у вас нет настроения, может быть, у вас все плохо, и я не знаю. Конечно же, я таких людей или удаляю комменты, или блокирую, мне не хочется читать это в очередной раз, и сейчас я обмолвилась фразой, что где-то понимаю Самвелла, где-то это где, скажете вы. Признался Севка, что понял, почему, почему так много плохих комментариев, почему так много критики, потому что где-то поменял понятие, подменил, вернее, понятие, где-то смешал все в кучу веселье и трэш, где-то заменил одно другим, ну, а трэш назвал незначительным, думаю, что он был как раз и значительный, Самвелл. Вот тот трэш, который у тебя на канале периодически происходит, то, что ты там творишь, да, на своем канале, он был значительным. Если бы он был незначительным, ничего страшного. А так он был очень сильно значительным, поэтому люди себя так ведут и так комментируют. Принял решение, хотя не впервой, трансляции проводить вот одному, наединить, тихо сам с собой, отключать открытый чат, и зрители не смогут ничего писать. Поизвинялся перед зрителями, которые его любят, и сказал, не дам дерьму просочиться. Это на зрителей, опять-таки, вот, Севка, не надо такие слова употреблять. Легче жить самому потом будет. Вот оскорбляешь, потом получаешь ответку. Никому не нравится, когда их обзывают такими последними словами. Тебе же тоже не нравится, правда? Ну вот. Хотя в выражениях не стеснялся, ребятки. Рубашечку льняную приодел, вижу, постирано, наглажено, но почему-то стала мала, расходится на пузе, на груди. Не может понять, почему не поправился, говорит. А вот, ну, поправился, хотя рубашка была в пору. Дам хороший совет. Будет стирать лен натуральной ткани Самвел при 30 градусах в холодной воде. Она села, эта рубашка, и так ты можешь испортить все вещи. Следующая стирка, ты ее вообще не оденешь на себя. Сядут и шорты твои, и рубахи, все испортишь, и опять будешь выбрасывать, материться, ругаться. Ну, в общем, в холодной воде натуральные ткани стираем. Ребятки, где был вчера Самвел? Ездил с мамкой своей, пятки шкрябать. Как оказалось, говорит, мог снимать, все рассказывать, показывать, но сил больше нет. Выгорел душевно. А так как душа и нутро, цитирую человека, интеллигентная, очень ранимая. Поэтому решил ничего не снимать, не показывать, чтобы не комментировали, чтобы не давали оценки. Мамка сказал, самая лучшая, где-то это мы уже слышали, да, девочки? И не первый раз. Самая хорошая, любимая. Ой, и никому не позволит критиковать ее, и гадости в ее адрес писать. Врач, девочка, сказала, что ноги, оказывается, у мамки в ее возрасте и с ее заболеванием, имеется в виду диабет, в идеальном состоянии. Самвел, не перегибай палку, у тебя на канале очень много адекватных здравомыслящих людей, поэтому твои утверждения звучат по меньшей мере смешно. Грибок, грибок все-таки обнаружился на коже, на ногтях. Это то, о чем зрители твердили года три к ряду. Вот как только мать появилась в Днепре, начали ее лицезреть, имели такое удовольствие. И начали писать и говорить, но никто внимания на это не обращал. Вот сейчас врач сказала, что это нужно лечить, выписала там мази крем и на этом останавливаться не будем. Надеюсь, что начнут какое-то лечение. Чем это увенчается, успехами или нет, девочки? Я не особо верю в эту затею, зная Васильевну и Самвела, насколько они необязательные люди, там нет щепетильности, там нет желания никакого, безразличие сплошное. Вот это вот ихнее, знаете, ихнее, сказала слово, сейчас посыпется критика. Их, конечно же, девочки, я ошиблась. Ой, боже мой, нужно следить, следить за собой. Ребятки, так вот, донаты на протяжении всей трансляции, как не смешно это звучит для меня лично, сыпались донаты. Чат был отключен, поэтому сказал Самвел. И Маринка из Харькова его поддержала, кстати. Обязательно нарисовалась здесь, а как же без ее персоны? Предложение такое, кто хочет высказаться, пожалуйста, через донат. Ребят, я не перестаю удивляться зрителям, правда, вот не перестаю. Хотелось бы просто знать, что это за люди, они правда существуют, но, конечно же, они есть, потому что ни один, ни два человека начали сыпаться донаты. Притом сумма внушительная, 8 тысяч с копейками, 4 тысячи с копейками. И даже донаты для тети Маруси. Я думала, это будет шутка. Ну, конечно же, Самвел, а кто как не твои зрители, вот это вот дерьмо, ты же их так обозвал, правда? Будут для вашей тети Маруси слать деньги, чтобы вы ей платьишко купили или тапочки какие-то, или горстку печенька. Кто? Конечно же, дерьмо-зрители. Ребят, и эти зрители, правда, слали донаты с пометочкой для тети Маруси. И вы можете, даже была приписочка, распорядиться Самвел как угодно, этими деньгами. Я сказать шокирована, это значит не сказать ничего. Я вот так вот каратенечко, ребят, чтобы все успеть сказать, что было в этой трансляции. Сказал про операцию у Светы Сытник. Впереди планеты всей Самвел. Андрей с Колей не хотели об этом говорить, но он успел. Вчера, как оказалось, я не увидела, девчонки, это вы уже мне написали. Проязычился, так сказать, все, выболтал, все секреты, операция на груди, опухоль доброкачественная, но потом ее благополучно удалил. И, конечно же, самый первый, как только открыла Света глаза еще на каталке, сообщил именно Самвел ей. Конечно, самый родной, самый близкий, но кто же, если не ты? Ты же не даешь права слова и возможности, лишаешь всех. Ни сын не может сказать, подержать маму за руку и как-то с ней побыть рядышком, наедине, без тебя. Вот в каждой бочке затычка. Он первый, впереди паровоза. Света, там все хорошо, там все доброкачественно. Хотя потом выяснилось, Света ничего это не помнит, потому что была под наркозом. Говорит, что наркоз переносит она нелегко, тяжело. И еще девочки напомнили Севке, что вчера был тот день, юбилей или дата круглая, год, годовщина. Вот правильное слово, годовщина, как Севка въехал в эту свою новую квартиру на Карла Маркса. В прошлом году это был не самый лучший день, потому что, помните, с почкой была проблема, и он это с нефростомой. Много чего было пережито, много всего было неприятностей всяких по здоровью. Но, слава богу, все пережил, все хорошо закончилось. И дай бог здоровья, чтобы больше ничего не повторялось от всей души. И я желаю, и я думаю, все мои зрители, потому что публика адекватная, люди умные, грамотные. Мы вообще всем желаем здоровья. Девчонки, попел песни. Хочу сказать, что вот первую, вторую он там пел опять про осень и листья. Мне понравилось. Не кричал, не орал, не надрывался, не выпендривался. Тихо, спокойно спел. Какое-то умиротворение. Я даже послушала. Ну, я всегда с вами честна. Я знаю точно, вы будете критиковать. Он не певец, он такой-сякой. У меня другое мнение. Мне понравилось. Но вот про Колю выразился, правда, не очень лицеприятное выражение было, знаете. Сказал, конечно же, да, сказал, что друг семьи, но сопровождающий, сопровождающий какой-то. Как-то не очень было приятно слушать это про Колю. Коля вообще действительно так выстроил отношения с Самвелом, что вот без Коли жизнь у Самвела останавливается. От Светы приехали после операции, и уставший был Самвел. Он не смог подняться на пятый этаж. Коля, пойди, пожалуйста, покорми Томаса. А он тем временем сидел и выкладывал видео про здоровье Светы. Ну, а как же? Нужно ж копеечку заработать, но это должен сделать ты. Точно не Коля, правда, Севка? А вот Коля на побегушках, обслуживающий персонал. Коля побежал, Томаса покормил, потому что на пятый этаж своего кота, ну как покормить? Коля, Коля, Коля. Коля вообще молодец. Аплодируем девочке ему. Без него нигде ничего не обходится. Это как правая рука Самвела, знаете. Девчонки, ну вот завершил он свою трансляцию, мне не понравилось как. Пел песни. Песня про Одессу была настолько пошло исполнена, настолько уже наиграна. Полезла вот это вот ранимое его интеллигентное нутро, как он сказал. Это была очень неприятная картинка, какая-то даже, я бы сказала, гаденькая. Вот лицо Самвела совершенно изменилось. Это был уже другой человек. Это было другое поведение, другие жесты, манеры. Вот эти пальчики опять же растопыренные. Я прервала, остановила видео. Дальше смотреть не стала. Тем более, я понимала, что уже заканчивается там пару минут и все. Поэтому, девчонки, и я ставлю точку. Пишите, пожалуйста, комментарии, кто смотрел эту трансляцию. Как вы относитесь к тому, что Сева будет вещать теперь один, без открытого чата. Хотя он много раз обещал. Помню, я еще был время, когда он тоже отключал полностью чат. Помните, когда деньги собирал на зеркало дементьевское, так скажем. Когда Серега Дементьев делал у него ремонт на планетной. И решили с дизайнером, да, прикупить это красивующее зеркало. Оно казалось дорогое. И собирал донат. Очень быстро, кстати, насобирал денег от своих зрителей. Но чат был отключен. Вот хочет вернуть эту практику. Насколько тебя хватит, Самвел? Сегодня первая пятница, да, сколько там пятниц в неделе? Семь, еще шесть нам пережить. Насколько времени тебе хватит? Вот это слово, все, хватит, я так решил. Непостоянный ты человек и натура такая марионеточная, я бы даже сказала. Ребята, до следующих обзоров будем с вами встречаться. И, конечно же, с удачей сплетничать. Кстати, хочу сказать, девочки, прекратите уже в наш адрес сыпать свои гадости. Буду также удалять, блокировать канал сплетников. Да, мы здесь с удачей собираемся и сплетничаем. Это правда. Нас все устраивает. Это наш досуг. Мы так развлекаемся и отдыхаем. Я открыто вам об этом говорю. Так что, если что-то не нравится кому-то, пожалуйста, дверь открыта на выход с вещами. Никто вас здесь не держит. А все мои дорогие подружки, да, я именно так называю своих девочек, с которыми дружим виртуально, с которой на одной волне, с которыми на одной волне. Бывают мнения расходятся, бывают взгляды разные, но мы друг друга понимаем и нам так комфортно. До скорого обзора, девчонки. Пока.